Сори. Маечка. Цвет говнячий. Перевели, значит, что меня в мою сумку кто-то пытался залезть, пока я там видео набирала. Вы представляете? Так, всем привет. Знаете, я плохо выгляжу, но уже немножко пришла в себя, потому что я сделала все, что планировала, в принципе, на сегодня. Главное, что мужу дранички нажарила. И, как я уже говорила в предыдущем видео, я плохо спала. Ну вот это все, знаете, стресс накапливается, накапливается. Иногда я нормально сплю, а вот сегодня 2 часа всего лишь заснула. Очевидно, пошла какая-то такая гнилая энергетика от этого мужчины, который меня хотел обворовать в магазине. Тоже я записала видео об этом. Но вчера мы были с мужем, и я не соображала, знаете, все это случилось. А потом уже ночью начала анализировать. И у меня есть по этому поводу некоторые мысли, знаете. В общем, не обращайте внимания на то, как я выгляжу, какое освещение. У нас сегодня такая вот болталка. Может быть, я даже присяду, потому что реально не выспалась и наработалась. Но я буду смотреть на вас в зеркало. Наверное, еще свет нужно включить. Попробую. Могла бы штатив поставить. И знаете, ну просто силуэт. Вот у меня штатив с лампочкой. В общем, болталка. У меня лайв-канал. Что вижу, то пою. Значит, и вот, понимаете, я ночью не могла заснуть вообще. Не понимала почему. Я уже смотрела вот эта система ринг у нас. Да, муж тоже проснулся рано. В 6 утра он уже выносил мусор. Потом я включаю какие-то видео на YouTube, такие, чтобы расслабиться и, наконец, подремать. Не смогла заснуть. И знаете, мне утром звонит один из моих ребенков. Я не буду говорить, кто. В общем, у меня трое детей, кто впервые зашел на мой канал. Мои дети взрослые. Они не живут в США. Они живут за океаном. И, наверное, вот этот ребенок почувствовал, насколько мне хреново. И вот этот ребенок, но дети мои взрослые, да, вы сами понимаете. Я уже взрослая женщина, и мои дети взрослые. И он мне звонит, ребенок мой, и начинает рассказывать. Мама, вот я просто так позвонил. А помнишь, как мы были маленькие, и ты меня водила на музыку? И когда мы уже возвращались с уроков, там был такой видеопрокат. Это в городе Ивано-Франковск, в Западной Украине. Я родилась на Донбассе, замуж вышла на Западной Украине. А детство мое прошло в городе Мурманск. То есть Россия, Восточная Украина и Западная Украина. Вот такая вот география моей жизни. Ну и сейчас США. И вот мой ребенок вспоминает, значит, вот мы возвращались с урока в музыке, потом заходили в этот видеосалон, брали на прокат какие-то фильмы. То есть ребенок даже помнит, что я говорила. Давай зайдем в этот видеосалон. И мы с тобой, мама, смотрели вместе эти видеофильмы. Помните эти кассетные такие, бобины были? Вот слово пацана. Так и у нас. И мне ребенок даже называет фильмы, названия этих фильмов. А я вообще все напрочь забыла. Представляете? И мне так стало тепло на душе, вот ради чего стоит жить. Я говорю, ты понимаешь, вот ты мне звонишь и постоянно какие-то там вспоминаешь детали из нашей семейной жизни, скажем так. И я многое забыла, реально. А мои дети помнят, представляете? Ну и потом мой ребенок спрашивает, а как у тебя дела? Камеру переставлю, тяжело держать немножко. Надо пересесть, наверное. Ну, я рассказываю, что как бы не очень себя хорошо чувствую, да. Меня вчера чуть не ограбили. Ну, я рассказываю ситуацию. Мне ребенок говорит, представляешь, мама, как тебе повезло. Что вот просто тебя не ограбили, наверное, тебя какие-то высшие силы защищали. И если я вижу негатив в этой ситуации, мой ребенок нашел в этом всем что-то положительное. То есть мне мой ребенок говорит, ты должна быть аккуратной, ты должна аккуратно переходить через дорогу, потому что в Ивано-Франковске с нашей соседкой случилась беда. Ну, просто женщина, моя соседка, которая все время, вот сколько время прошло, да, 8 лет, обо мне спрашивала и попала под машину, умерла, к сожалению. Я даже не помню ее лицо. Я ее не помню, она меня помнит. И вот мне ребенок говорит, ты должна следить за собой постоянно. Ты должна быть внимательной, ты не должна отвлекаться. То есть какие-то такие милые вещи, знаете, вот мне просто хочется выговориться. Ну, а что произошло, собственно, в магазине, да, почему? Вот, я на следующий уже день начинаю анализировать, что произошло. То есть этот мужчина, да, я то же самое рассказала и своему ребенку, что, собственно, произошло. Он за мной следил. В магазин мы зашли вместе с мужем. Ну, а у меня в голове, знаете, во-первых, я волновалась, что, ну, муж не любит, знаете, как любой мужчина, он не любит ходить по магазинам и выбирать какие-то тряпки. Во-вторых, я думала, как мне отснять видео. И вот этот вор, мужчина, он за нами следил. И потом я уже мужа отпускаю, говорю, выйди на улицу, покури там с собакой. Я пройду еще один рядок. И уже выйду из магазина, ничего я там не мерить не собиралась. Просто, ну, захотелось видео отснять и прицениться, как бы, что там вообще есть в этом магазине. И понимаете, насколько нужно быть бдительной? Что меня бесит? Потому что я не послушалась своей интуиции. То есть, когда уже мой муж вышел из магазина, я иду по рядам, останавливаюсь, смотрю какие-то вещи и ловлю на себе взгляд. То есть, это женский отдел, так, для понимания, да? Напротив меня, то есть, стоят вешалки. Я с одной стороны, с другой стороны стоит этот молодой мужчина. Это чернокожий мужчина. Ему, ну, до 30 лет. Он ростом, может быть, метр семьдесят два, семьдесят шесть. Сухощавый. Очень красиво одетый. То есть, чистенький, белая курточка. И у него такой взгляд, знаете, как дьяволский взгляд. Просто колючий и очень противный взгляд. То есть, я это почувствовала, да? Но у меня же видео, меня там муж ждет. Я не обратила на это внимания. Я посмотрела на него, наши глаза встретились. И он опускает свои глаза. И он за мной наблюдает. И я не обратила на это внимание. Почему? Потому что, во-первых, я не слежу за тем, какой мужик на меня смотрит. Молодой, старый, мне пофиг. У меня муж на улице с собакой, понимаете? То есть, моя интуиция полностью отключилась. И вот он. Мы встретились взглядом. Опускает он глаза в пол. Потом обходит все эти ряды, полки. И, видимо, в какой-то момент он меня хотел обворовать. Увидели сначала женщины, посетительницы этого магазина, да? Ну, обычные, простые женщины. Они стояли. Одна молодая женщина, другая старшая, да? Ну, может быть, моего возраста. Скромные, какой-то испанки, кстати. Испаноговорящие, насколько я поняла. Мексиканочки. Какие-то серые пальтишки. Вот такие вот глаза. Потом подбежала продавщица. Они мне что-то говорят. Я думала, ну, сейчас вызовут полицию. Может быть, я что-то нарушила, да? Повторяюсь немножко для тех, кто меня видит впервые. Меня вчера чуть не обворовали в магазине. И хорошо, что все хорошо закончилось. И я вызываю, мой муж на улице курит. Я мужа вызываю, он возвращается. А я вообще не понимаю, что происходит, понимаете? То есть, я растерялась. Мой английский не настолько плох. Если бы я сосредоточилась, я бы поняла, что они от меня хотят. А я думала, что на меня хотят полицию вызвать. Может быть, потому что там нельзя снимать. Или я очень аккуратно всегда хожу по магазинам. Я даже вещи, какая-то тряпочка упала. Я повешу на полочку, потому что я чужой труд ценю. Я знаю, что там мало платят. И тем не менее, вот эта вот продавщица подошла. И она имела терпение все это мне объяснить, дождаться моего мужа. Тыкала в телефон, пытаясь там по Google Translate что-то перевести. И потом мне муж объяснил, что меня чуть не обворовали. И эти женщины объясняют, что у меня на моих плечах был рюкзачок. И я его снимаю, этот рюкзак. При этих женщинах они стоят и говорят, проверь, или у тебя из сумки что-то не украли. Я открываю этот рюкзак. Женщины хватает, а у меня на рюкзачке шнурок. Они начинают этот шнурок затягивать, показывать мне, как можно укрепить эту сумку, чтобы туда никто не залез. И вот пока я проверяла кошелек, открывала там карточки, все на месте, у меня там были по одному доллару, может быть, 10 долларов наличкой. А кстати, я с собой еще взяла другую наличку, там где-то долларов 300 у меня было. Кэш. На всякий случай, думаю, может быть, будем с мужем гулять, зайдем в какой-то магазин, я что-то прикуплю. И вот этот кэш был уже в другом кошельке. Ну, такая сумочка, знаете, плоская, как косметичка. И она тоже оказалась на месте. И у меня такая благодарность к этим женщинам. Мне хочется даже купить, не знаю, цветы какие-то принести этой продавщице хотя бы. конфеты, шампанское, я не знаю, ну, может быть, тут не угадаешь, может быть, человек диабетик и не ест конфеты. Ну, то есть, как-то хочется ее отблагодарить. И вот, и я все это рассказываю своему ребенку. И он мне говорит, вот, из плохого в хорошее, да? Вот, мама, ты получила урок. Да? Теперь по поводу этого вора. Понимаете, вот... Или тварь дрожащая, или я право имею. Вот что меня, знаете, возмущает. Достоевский, да? Помните Достоевского? Преступление и наказание читали. Многие, ну, как бы в детстве у нас это была обязательная программа. Считали, что это весьма скучно. Но я перечитала почти всю русскую классику. Не почти, всю русскую классику. И почти всю зарубежную. Ну, и современных авторов тоже. То есть, либо я тварь дрожащая, либо я право имею. Что мне особенно стало противно? Вот я сейчас объясняю. То есть, если бы человек, да, вот мужчина конкретно, или кто-то другой, просто украл из магазина, стащил какую-то тряпку, не знаю, что-нибудь, это не так отвратительно. Но когда я представила, что он ко мне подошёл близко, что он дышал на меня, и в какой-то момент я почувствовала, что задыхаюсь. То есть, моя личная территория была нарушена. Понимаете? В США это вообще не принято. Мало того, я этого не терплю. Я никогда не позволяла себе, допустим, в очереди лезть на плечи. Я лучше отойду в сторону. И потеряю свою очередь. А в США тем более это не принято. И он ко мне подошёл вплотную, он на меня дышал. И в какой-то момент, вот я сейчас вспоминаю, я начала задыхаться. Да? Вот. Как клаустрофобия, да? Когда человеку мало воздуха и мало пространства. Начинается паника. Вот у меня было такое состояние, но я потом отвлеклась, и я об этом забыла. И потом этот мужчина, он обошёл этот ряд. И там такой небольшой промежуток, да? Вот стоят полки, небольшой промежуток. Он не постеснялся. Вот так вот мимо меня протиснулся. Опять мне посмотрел в глаза. Опустил глаза в пол, как загнанный вор. Как загнанный волк. Понимаете? Потому что у вора не получилось осуществить то, на что он рассчитывал. И он мне говорит, I'm sorry. То есть у него язык повернулся, сказать, извини меня, да? Я знаю, как выглядит этот мужчина. Я его надолго запомню. Я знаю его лицо. То есть мы смотрели какой-то миг глаза в глаза. Я почувствовала этот дискомфорт, и я даже на это не среагировала. Понимаете? То есть я уже увидела врага перед собой. Всегда нужно себе доверять, своей интуиции. И вот он мимо меня протиснулся. У него в руках даже была какая-то тряпка. Видимо, он решил сделать вид, что идет на кассу. Почему я уверена, что это был именно этот мужчина, молодой, до 30 лет, потому что это был женский отдел. Вокруг меня были только женщины. Но я же снимала. К сожалению, на камеру он не попал. Я просмотрела видео из магазина. К сожалению, его там нет. Только мелькнула вот часть спины его светлой куртки. Белая светлая куртка. Там у меня есть на видео. А вот именно лицо я просто запомнила. Ну, я снимала тряпки. И он проходит мимо меня. Тряпку, которую он держал в руках, типа он собирается что-то купить, видимо, где-то там бросил. И сбежал из магазина. Понимаете? У меня была еще такая мысль. Значит, там в магазине есть видеокамеры. Везде стоят экраны. Чтобы поднять эту видеокамеру и попросить у них видеозапись. Но это, опять же, морока. Потому что, ну, во-первых, человек меня не ограбил, да. Будем называть все-таки этого мужчину человеком, да. Ну, двуногий, да. Куда ты от этого денешься? И я решила не напрягать никого, потому что, ну, преступление не совершилось, да. То есть где-то там они все это зафиксировали, но преступление не произошло. Слава Богу. И вот от этого я не могу отмыться. Что он посмел ко мне подойти, дышать на меня, собирался какие-то действия неправовые произвести. Я вот просто думаю, ну, а мне мой ребенок, который сегодня вот мне позвонил, я все это расскажу, ты представляешь, говорю, он посмел ко мне подойти близко. А мне ребенок говорит, ну, мама, а как ты думала? Вот такие вот воры, это профессионалы, да. Ну, вот я еще каких-то вещей не догоняю. А мои дети мудрые. Они всегда прилично выглядят. Они знают, куда пойти. Они за тобой наблюдают. То есть пока я с мужем там ходила, ему было не впадло меня вычислить. Ну, во-первых, белые волосы, белые сапожки. Он видит, что я отвлекаюсь, что я снимаю видеоряд, да. И вот они так вот вычисляют свою жертву. И мне ребенок все это объяснил. А ты, говорит, как хочешь. Вот, например, в автобусе там где-то толпа, как грабят людей. Собирается толпа, допустим, да, вокруг тебя. Ты не понимаешь, что происходит. Может, какая-то очередь. Может быть, кто-то куда-то бежит. Да, я тебя толкну. Вот так вот, вот так вот грабят. Этим занимаются профессионалы. И вот этот вот мужик молодой, он был профи. То есть он все высчитал. А мне настолько противно, понимаете. Я же говорю, вот если бы он просто стащил какую-то тряпку где-то там, мне было бы не настолько мерзко. Но то, что он ко мне приблизился, на меня дышал, смотрел на меня, следил за мной. Ну и вот опять же, вот опять повторюсь, или я тварь дрожащая, или я права ими. Вот кто-то себе решил, мне просто интересно, в каких семьях воспитываются такие вот субъекты. Почему они могут для себя решить, что имеют право посягать на чью-то свободу, на чью-то личную территорию, на чью-то жизнь, да? Неважно, или это я вегетарианка, или на жизнь человека, или на жизнь животного, или на права человека, да? Почему кто-то себя ставит выше других? Почему кто-то о себе думает, что он уровень Бога? И он может себе всё позволить. Вот мне интересно, где рождаются такие особи, двуногие? Потому что даже дети из плохих, из тяжёлых семей, из семей, где нет, может быть, или матери, или отца, эти дети очень часто вырастают здоровыми, психически здоровыми. То есть они знают, вот жопа была в детстве, но я своего добьюсь, я пробьюсь, я получу образование, я пойду работать, я помогу и матери, и отцу, да, если они есть, или хотя бы одному из родителей. вот эти дети бывают лучше, чем те, которые, в принципе, растут в нормальных семьях. вот у меня в голове это не укладывается. Поэтому, ну, я всем пожелаю верить себе прежде всего, верить своим чувствам, верить своей интуиции, быть бдительными, потому что мир сейчас очень страшный, очень лживый, очень лицемерный, начиная с низов, да, вот там, где народ, заканчивая верхами. Слава Богу, что у меня все вот так вот обошлось благополучно, но, я думаю, вот этот вот мерзкий прикус, да, или я тварь, или я право имею, он меня еще долгое время будет преследовать, и в том числе меня будет преследовать вот эта физиономия. Я запомнила, как выглядит этот мужчина. Ну, вот как-то так высказалась. Всем пока. В общем, я лезу в ванную, просто хотела свои кухонные работы закончить. Мои дети самые умные, самые лучшие, ну, да, как для любой мамы. И вот, тоже, как мой ребенок почувствовал, что мне реально хреново, и позвонил в нужное время, то есть, не вчера, не завтра, а вот сегодня мне ребенок позвонил и спросил, маму, как у тебя дела? Вот. И по поводу, я также рассказала, знаете, вот эти хлопоты с днем рождения, вот насколько у меня мудрые дети, я говорю, ты знаешь, вот просто замахалась, вот у меня ностальгия, я вспомнила, как мы в Украине встречали и Новый год, и дни рождения, все вместе. А сейчас вот я впервые занимаюсь как бы организацией праздника в ресторане, я ничего здесь в США не знаю, это очень хлопотно, тем более, что ресторан находится, во-первых, далеко, подъехать я туда не могу решить какие-то вопросы, это в другом городе, 40 минут ехать, Балтимор, я плохо вожу машину, мужа просить тоже не буду, то есть все это будет по телефону, в онлайн, я посмотрела меню, все подсчитала, список гостей, опять же, вот, да, на этих сайтах искала бенгальские огни, которых в магазине просто не продается, приезжаешь в тот же магазин, мои предыдущие видео, и покупаешь в этом же магазине, но предварительно сделав заказ онлайн, то есть нашу жизнь усложняет, да, вот, видео об этом тоже есть, и у меня, опять же, ностальгия, что вот в Украине мои дочери все организовывали, друзья подключались, я просто приезжалась на все готовое, вот, ну и мы праздновали, соответственно, ну и мне ребенок отвечает, как бы, мам, ты представляешь, ты будешь в США в ресторане праздновать свой день рождения, насколько это классно, ну вот осталась бы ты в Украине, чем бы ты сейчас занималась, и вот я тоже думаю, я тоже думаю, чем бы я занималась в Украине, учитывая, что меня назвали врагом народа, меня там оклеветали, мне слали угрозы, то есть, наверное, на телевидении я бы, украинском, да, сейчас бы не работала, но мой ребенок говорит, мама, ну ты же бралась за любую работу, ты бы в Украине, наверное, тоже не пропала бы, но было бы все сложнее и хуже, чем то, вот что я сейчас имею в США, есть человек, мой муж, который обо мне реально заботится, он даже оплачивает машину, BMW, он ворчит, что вот я на этой машине не езжу, ну, не езжу по причине загруженности, вот, ну я надеюсь все-таки, да, свои поездки возобновить и улучшить свои способности как водителя, вот, и я потом вспоминаю, как в Украине, когда не было денег и мой ребенок забыл об этом, либо он уже, может быть, не жил на тот момент с нами, то есть, мои дети делали карьеру, время от времени они жили, допустим, в Киеве, я рассказываю, был даже момент, что я торговала на базаре, вот, я это вспомнила, знаете, тоже забыла, у меня ребенок спрашивает, как, почему я об этом не знала, вот, и я рассказываю, что сидела на базаре, были проблемы с деньгами, я пособирала детские вещи, селась на базаре, а там, знаете, меня же все знали, вот я хожу с камерой, как тележурналистка, а тут, значит, уселась, как торговка, был свободный столик, там у нас был такой базарчик возле дома, и ко мне начали подходить с торговки, спрашивать, а что ты тут делаешь, чем ты тут торгуешь, почему ты здесь сидишь, ну, я прикидывалась дурочкой, говорю, да вот, просто детские вещи выставила, эти люди, которые меня знали, как тележурналистку, они не понимали, как я могу сидеть на базаре вместе с ними и продавать какое-то старье, да, и проходили также мои знакомые, знаете, они так издалека смотрели на меня с удивлением, что я сижу на базаре и торгую детскими вещами, вот, я тоже рассказала это своему ребенку, и мой ребенок мне сказал, ты знаешь, мама, я тобой горжусь, вот, вот ради этого стоит жить, понимаете, вот, просто, это одна из тех самых замечательных и самых значимых вещей в нашей жизни, жизни, а все остальное просто проходящее, и нужно благодарить за всякую мелочь, вот, меня вчера вор не обокрал, а я тоже это ребенку рассказываю, что, понимаешь, он же иметь мог при себе нож какой-то, знаете, оружие, которое в США разрешено, но, слава Богу, все закончилось в принципе хорошо, так что не забывайте о главных каких-то моментах в вашей жизни, да, и, как говорят, пройдет и это, вот, у меня сейчас такой противный осадочек посмел ко мне подойти, выслеживал меня, молодой мужик до 30 лет с такими злыми, с такими злыми глазами, откуда у тебя эти глаза, что тебя так мучает в этой жизни, почему ты не работаешь, ты, возможно, в США родился, ну, чернокожий парень, он здесь родился, он имел возможности получить образование, он имел возможности стать каким-то спортсменом, получить какой-то кредит, учиться в университете, работать наконец, да, вот как работает вот эта продавщица за каких-то 15-20 долларов в час, эта женщина не молодая, которая терпеливо ждала, чтобы мне объяснить, сумку свою закрой и будь аккуратна, тебя сейчас на наших глазах она мне говорила, I see you, я вижу тебя, а я не понимаю, что она видит, что я нарушила в магазине, эта продавщица имела терпение, она на ногах целый день и имела терпение со мной разговаривать, да, за 15-20 баксов в час, женщина, ну, лет 50 ей было, красивая, тоже чернокожая, а что тебе, мудаку, мешает пойти на работу и получить свои честные деньги, да, вот, наверное, тоже так думает, или я тварь дрожащая, или право имею, вот, насколько мы бываем разными, да, но я в любом случае считаю, что хороших людей больше, а вот этих вот тварей, у которых что-то там в мозгах нарушено, их меньше, вот, ну, такой вот монолог у меня вышел, может быть, кому-то покажется это скучным, но в любом случае нужно иметь почву под ногами, да, вот на чём мы стоим, на что мы, на кого мы можем ориентироваться и какие наши самые главные приоритеты в нашей жизни могут быть, а я сейчас иду в ванную смою всё это эмоциональное дерьмо и завтра будет новый день и завтра будет всё хорошо и у меня и у вас с любовью из США подписывайтесь, ставьте лайки, не жалейте, увидимся, всем пока 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 Продолжение следует...